Масштабное голосование. Собрание пайщиков кооператива «Бествей» по региональным кооперативным участкам. Пайщики, они просто невероятные, они откликнулись, они приходят, они голосуют. Мечты сбываются. Двухкомнатная квартира в Краснокамске для пайщицы «Бествей» Валерии Дергаусовой и ее дочери. На Сочинском побережье директорский бал магистратуры советника президента «Лайф из Гуд» Евгения Чайчука. Те надежды, которые люди возложили на этот бизнес, на эту компанию, они у людей сбываются. Для вас работает служба новостей «Лайф из Гуд Ньюз». Все подробности далее. В интересах пайщиков кооператив «Бествей» постоянно проводит работу по совершенствованию механизмов своей деятельности. Так, в связи с необходимостью оперативного функционирования управленческих процессов, совет «Бествей» принял решение о разделении всех пайщиков по территориальному признаку на 14 кооперативных участков. 21 мая в Санкт-Петербурге началось масштабное очное голосование, которое продолжилось по всей территории России. В бюллетенях значились два вопроса – о порядке принятия решений и об избрании уполномоченных межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бествей» от кооперативных участков. Собрание по кооперативному участку номер один было проведено в Москве. «Пайщики, они просто невероятные, они откликнулись, они приходят, они голосуют. Это доказывает опять-таки то, что для них это важно, важно, чтобы на их территории, в их городе были эти участки, где было бы удобно, комфортно, легко, чтобы была оказана вся поддержка, которая им необходима. Поэтому они это осознают, пришли, и я, конечно, этому очень рада». Голосование по актуальной повестке также прошли в городах Пермь, Воронеж, Краснодар, Самара, Казань, Набережные Челны, Уфа, Екатеринбург, Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск, а завершающей точкой на карте стал Владивосток. «Большой отклик положительный есть о том, как работает кооператив. Все-таки, может быть, плюс-минус есть в сроках оформления документов, когда квартира проверяется и приобретается. Но самое главное, что качество работы потом в этой квартире уже не сомневаешься. Люди уже прописываются в квартирах, благодарят, что этот проект есть. И фактически мы строим историю на территории нашей страны по жилищной кооперации». Во всех 14 городах голосования прошли успешно. Были избраны уполномоченные кооперативных участков, которые впоследствии будут принимать участие в собраниях уполномоченных кооператива «Бествей». В ходе собраний пайщиков также прошли обучающие сессии по вопросам деятельности кооператива, а также брифинги с участием председателя правления и сотрудников юридического отдела «Бествей». Состоялся обмен мнениями, стороны получили обратную связь по актуальным вопросам деятельности кооператива, обсудили нововведения и тенденции развития «Бествей». По всей России собрания были проведены на высоком профессиональном уровне. Организаторы разработали строгий регламент мероприятий с обеспечением необходимых мер безопасности, детально проработали технические аспекты процедуры голосования, продумали вопрос с питанием. Валерия Дергаусова из города Краснокамск Пермского края – медицинский работник более чем с 15-летним стажем. Не так давно она сменила место работы, в силу чего была вынуждена покинуть служебное жилье. От коллеги по работе Валерия узнала о доступных условиях покупки недвижимости через кооператив «Бествей». И теперь вместе с дочерью они проживают в уютной двухкомнатной квартире. Просто нигде было жить. А теперь все это наше. Довольно это мало сказано. Мы просто очень счастливы, потому что всю жизнь мечтали о своей квартире. И все равно рано или поздно к этому бы пришли, только каким-то путем это неизвестно. А тут настолько лояльная программа, настолько выгодная, что в принципе любой человек может ей воспользоваться. Общая площадь квартиры – 44 квадратных метра. Жилищный вопрос для мамы и дочери решился самым благополучным образом. Многие коллеги по работе Валерии, оценив все преимущества жилищной программы от «Бествей», также стали пайщиками кооператива. Выгода во всем. Достаточно комфортные для семейного бюджета платежи, невременительные. У нас в коллективе, в нашем медицинском центре, достаточно много моих коллег – докторов, медсестер, административных работников. Опять же, главный врач. Они являются пайщиками кооператива. И кое-кто уже тоже счастливые обладатели квартир. Далее – Сочи. Летняя столица России. Здесь, на Черноморском побережье, в течение двух дней проходил уже второй по счету директорский бал структуры Евгения Чайчука, магистра, советника президента «Лайф из Гуд». Яркое, торжественное мероприятие, на котором чествовали 39 директоров холдинга. Деловая часть началась с долгожданного события. На сцену вышел официальный партнер «Лайф из Гуд» Андреас Винс. Это было первое оффлайн-обучение от всемирно известного бизнес-тренера для аудитории холдинга после длительного перерыва, вызванного пандемией. Он говорит, это чудо, потому что на самом деле его пропустили без всяких проблем. Конечно, мы живем в мире передовых технологий, да, и онлайн, зум, все это есть. Но все-таки живое общение никто не отменял. И действительно, я вижу горящие глаза людей, ко мне подходят и благодарят за то, что действительно мы смогли собраться. И они видят и чувствуют эту энергетику от Андреаса. Андреас учит людей не только зарабатывать деньги в бизнесе, но и сохранять внутреннее лицо, сохранять отношения. Тренинг Андреаса Винса продолжался весь первый день. Были затронуты две основные темы – виртуозные продажи и бархатные продажи. Господин Винс уже много лет делится своими уникальными знаниями с консультантами Life is Good. За это время сложились особые отношения – теплые, доверительные. И каждая новая личная встреча известного тренера со своими благодарными слушателями – это всегда большое событие, заряженное невероятной энергетикой. Когда работаешь в вебинарах, когда работаешь в компьютер, обратной связи нет. Я здесь вижу живой Life is Good, настроение шикарное, очень-очень здорово. Я поэтому, когда говорю «дорогие мои любимые Life is Good» – это не просто там сказанные слова для красоты. Это мое реальное ощущение. Я очень люблю эту компанию и тружусь для нее с большим удовольствием. Второй день мероприятия открыла конвенция лидеров Life is Good. И первыми своей историей успеха представили новые директора холдинга шестого карьерного уровня. Для многих из них это было первое выступление на столь широкую аудиторию. Прозвучали эмоциональные, порой трогательные речи. Каждый из спикеров прошел свой уникальный путь по карьерной лестнице. Очень трудный путь, потому что каждый практический клиент мне говорил все время «нет». Но спустя два года я внутри приняла для себя серьезно, что я буду продолжать, несмотря ни на что, строить этот бизнес. Еще мне понадобилось два с половиной года, чтобы я стала директором. И в этом году как раз закрыла квалификацию директорский уровень. Далее конвенцию продолжили директора восьмого карьерного уровня. Когда-то они также делали первые шаги на большой сцене, а сегодня по праву делятся с аудиторией своими практическими знаниями и личным опытом ведения бизнеса. Настоящие лидеры, наставники – наглядный пример для своих команд. А сегодня в зале звучали истории успеха уже от их директоров. Бизнес в разных регионах, в разных странах. И сегодня моя задача – координировать работу этих директоров, для того, чтобы это было в концепте на самом высоком этическом уровне. И сегодня я был горд за каждого своего директора. Почему? Потому что это действительно круто, когда ты видишь, как люди растут и меняют качество жизни не только свое, но и вообще людей в целом. Состоялась церемония награждения лидеров холдинга, в честь которых был организован бал. Магистр Евгений Чайчук вручил бриллиантовые знаки отличия директорам шестого карьерного уровня и золотые часы с бриллиантами директорам восьмого уровня. Праздничная часть директорского бала в Сочи началась с голопарада директоров, виновников торжества. Публика в зале приветствовала своих коллег по бизнесу бурными аплодисментами. Кульминацией церемонии стал выход Евгения Чайчука, после чего советник президента Life is Good обратился с приветственным словом в адрес своей магистратуры. Самое главное, что те надежды, которые люди возложили на этот бизнес, на эту компанию, они у людей сбываются, и их жизнь реально становится лучше. Та система, то обучение, то построение команды, которая в нашей компании есть, вектор выбран правильно, потому что люди начинают расти уже своими командами и своими лидерами. И это большое достижение нашего президента. Затем началась вечеринка «Лакшери Самма Сочи Лайф» из «Гуд Пати». Публика увидела захватывающее барабанное шоу «Парадокс». Артисты принимали участие в церемонии открытия зимних 22-х Олимпийских игр в Сочи. Латиноамериканские танцы от бразильского коллектива «Хосе», а также эксклюзивное шоу «Аурум». Состоялись выступления певицы Марго Багдасарян из «Крипача и мира». Для участников балла свои лучшие хиты также исполнили Лена Катина группы «Тату», Гарик Богомазов от «Петые мошенники», Оксана Ковалевская группа «Краски» и диджей «Слон энд Катя». А завершением праздника стала большая дискотека в стиле «Лайф из гуд». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Лайф из гуд ньюз». Жизнь прекрасна. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова